На что тратятся деньги? Бывает ли так, что из месяца в месяц вы остаетесь без денег? Все чаще задаете себе вопрос, на что их тратите? Вы не единственный такой. Я была в таких ситуациях, но мне очень хотелось выбраться из этого замкнутого круга. Курс финансовой грамотности. Все началось год назад, когда мы с мужем прошли курс финансовой грамотности. Мы воспользовались советами экспертов, и теперь мы спокойны и уверены в завтрашнем дне. Попробуйте и вы. Доходы и расходы. Обозначьте отдельно на листе бумаги ежемесячные источники семейного дохода. Например, зарплата или пенсия, детские пособия, доходы от сельскохозяйственной деятельности или от других дополнительных видов деятельности. А напротив, ваши ежемесячные расходы или платежи. Если в большинстве случаев доходы ограничены и их легко рассчитать, то расходы – это настоящая головная боль для многих. Чтобы разобраться, разделите расходы на несколько категорий. Начните с фиксированных расходов. Расходы на содержание, счета, топливо, плата за обучение, дошкольные учреждения, долги и так далее. Затем выпишите переменные расходы. Они носят переменчивый характер. Это расходы на продукты питания, одежду, товары для личного пользования, домашнее хозяйство, походы к врачу и прочие непредвиденные расходы. Также обязательно включите периодические, обычно квартальные или годовые расходы, отпуска, праздники, сезонные работы, аренда земли, на которую вы должны периодически и заранее откладывать средства из семейного бюджета. Как рассчитать ваш бюджет? То, что вы отметили на листе, и есть ваш семейный бюджет. Простое вычитание всех расходов из доходов покажет ваше текущее финансовое положение. Так вам будет легче сделать сравнительный анализ того, что вы зарабатываете и какие у вас нужды. Также вам будет легче разработать стратегию для достижения ваших важных долгосрочных целей. Открыть свой бизнес, приобрести новое жилье, путешествовать, здоровье, а также покрытие непредвиденных расходов. Оптимизируйте бюджет. Экономьте. Исключите менее значимые расходы. Попробуйте проанализировать ваши привычки и экономить настолько, насколько это возможно. Если вам удастся сэкономить 10% от вашего ежемесячного дохода, то за год вам удастся отложить больше денег, чем вы зарабатываете в месяц. Инвестируйте с умом. Найдите как можно больше источников дохода, чтобы иметь больше финансовых возможностей. Финансовая дисциплина. Не забывайте вести ежедневный учет каждой потраченной копейки. Храните все квитанции и счета, независимо от того, что вы приобрели, а затем пересчитайте их. Также проверьте ваши операции с банковской картой. Таким образом вы получите очень четкий расчет ваших расходов. Вы скажете, что денег никогда не хватает, тем более на амбициозные планы. Но попробуйте. И убедитесь в том, что упорство и дисциплина помогут вам навсегда изменить свои финансовые привычки. Организуйте свой бюджет сейчас, чтобы обеспечить себе на завтра комфорт и финансовую уверенность.